И сегодня в рамках наших традиционных лекций, типографии, я расскажу снова о коучинге, но вот о такой интересной теме мы поговорим. Тема встречи нашей сегодняшней – это психологическая самопомощь. Если рядом нет специалиста, что тогда делать? Тема достаточно актуальная, потому что мы прекрасно сейчас понимаем, есть основные наши потребности, такие как еда, одежда, жилье и прочее. И не всегда есть деньги на то, чтобы пойти к специалисту, к психологу, к коучу. Хотя внутренний дискомфорт иногда ощущается максимально сильно. Я снова дам небольшую справочку о том, что такое коучинг, потому что среди вас, друзья, могут быть те, кто впервые на наших эфирах. Поэтому лучше мы для начала все-таки определимся, что это такое. Итак, коучинг – это вообще помогающая сфера деятельности. В чем она помогает? Она помогает достичь внутреннего комфорта, она помогает решить сложные проблемы. Вообще коучинг – это методика, с помощью которой человек может решить любой свой запрос, вопрос, в то время как специалист – коуч, он задает только вопросы, он сопровождает, он не подсказывает решения. То есть коучинг – это максимально такая вот экологичная и лояльная сфера работы с психическим, с психологическим состоянием внутренним, состоянием человека. Итак, ну что же делать, если рядом нет специалиста, а нам плохо? Как можно самим себе помочь? Я расскажу о нескольких способах, способах, что мы можем сделать, как мы можем в эти ситуации, как мы можем помочь себе снизить эмоциональный накал. Итак, самое первое и самое простое, конечно же, как всегда, это рассказать еще раз ситуацию, что произошло у вас конкретно. Сделать это можно несколькими способами. Можно написать на бумаге или можно сказать вслух. Первый вариант, когда мы пишем на бумаге. Очень важно расписать максимально подробно, кто действующие лица, что делали, какие результаты должны были быть достигнуты, чего именно не получилось и так далее. То есть максимально подробно представьте, что именно по вашей рукописи потом будут снимать фильм. Конечно, хочется, чтобы результат был похож на то, что было на самом деле. Пока вы будете писать, описывать произошедшее, у вас внутри будет происходить понимание ситуации. У вас внутри начнут создаваться какие-то выводы, логические связи. Вы начнете понимать, почему ситуация произошла вот именно так, как произошла. А также в тот момент, когда вы будете разбирать эту ситуацию письменно, может прийти понимание того, почему хорошо, что это произошло. Это, кстати, тоже один из очень важных аспектов. Почему хорошо и что полезного в том, что это произошло именно так. Второй вариант, не менее важный, не менее классный способ. Если вы не можете пойти к психологу или коучу, вы всегда можете выговориться вслух. Но, опять же, вот представим ситуацию, при которой рядом с вами никого вообще нет. Вы одни, в пустой квартире, вам плохо, все, ну, конец, там небо падает. Возьмите диктофон элементарно и начните запись. И надиктовывайте на диктофон так, как будто бы вы это рассказывали человеку. Как будто бы вы надиктовывали голосовое сообщение в мессенджере или в социальной сети. То есть так же подробно, с теми же эмоциями. И вам необходимо рассказать эту историю целиком один раз. Вот прям со всеми подробностями. Рассказали, все эмоции выплеснули, выдохнули. Как вы думаете, что будет дальше? Есть ли у вас идеи? Так вот дальше необходимо повторить то же самое. Еще раз. Можно даже не ставить диктофон на паузу. Еще раз взять и рассказать эту историю. Абсолютно с теми же действующими лицами, с теми же диалогами, с теми же эмоциями. То есть один в один. Вообще повторяя вот просто слово в слово. Таким образом вы повторяете свою историю, которая вас беспокоит еще один раз. После этого ваши варианты. Мне кажется, вы уже понимаете, к чему я клоню. Третий раз необходимо будет еще раз повторить то же самое. И так вы будете повторять вот до бесконечности. Если нужно повторить пять раз, то повторите пять раз. Если нужно повторить десять раз эту историю, из-за которой вы так сильно переживаете, то повторите ее десять раз. В чем же смысл, спросите вы, зачем мы вообще все это делаем? Зачем мы тут все собрались? Это необходимо для того, чтобы вы, пока рассказываете эту историю, снова и снова избавлялись от пиковых эмоций. Обычно в этих эмоциях, точнее в тех словах, которые мы произносим, очень много эмоций заложено прямо внутри. И когда мы их выговариваем, мы эти эмоции как бы освобождаем. И освобождаем тем самым запертую в них свою энергию. Потому что мы тратим очень много сил на то, чтобы удержать наше состояние. Чтобы если уж нам плохо, то мы будем ходить грустные три дня. Мы будем стараться и удерживать это состояние максимально долго. Итак, вот у вас что-то произошло, и вы несколько раз надиктовали эту ситуацию, рассказали ее, надиктовали на диктофон, в голосовое, неважно. Главное, чтобы была иллюзия того, что вы это говорите кому-то. Почему очень важно именно на диктофон, а не просто сидя в пустом помещении вслух? Потому что когда мы кому-то что-то рассказываем, мы всегда хотим быть понятыми. Мы всегда стремимся рассказать максимально полно, максимально красочно. Именно все факты, чтобы были, чтобы ничего не было упущено, чтобы не возникло никакого недопонимания. То есть мы поднимаем со дна вот вообще все и как бы отдаем нашему слушателю. Именно поэтому элемент диктофона, элемент чего-то записывающего вас, очень важен. Соответственно, да, вы повторяете это до тех пор, пока не наступит спокойствие, или как минимум хотя бы пока вы не устанете. Потому что если повторить историю, которая с вами произошла, которая вас беспокоила, и вы из-за этого переживаете, если это сделать 10 раз, вот поверьте мне, на 11 вы уже не захотите рассказывать. Вы просто уже устанете, подумаете, боже мой, ну это же такая ерунда. То есть это техника, которую вы можете попробовать сами, и для этого вам не нужен специалист рядом. Далее. После того, как вы рассказали свою историю, да, то, что с вами произошло, что-то плохое, неудачливое, что-то, из-за чего теперь вы себя жалеете, или то, что вам теперь стыдно вспоминать, неважно. Когда вы это все высказали, вы, получается, определились с тем, как эта история происходила. Вы ее описали. Когда вы ее описали, из этой истории необходимо вытащить следующие факты. Необходимо посмотреть и задать себе вопрос. Есть ли кто-нибудь, кто виноват в том, что произошло? Конечно же, первым делом, допустим, проще обвинить кого-то. Ну, я думаю, что всегда в каждой ситуации есть вы сами, есть другие люди, которые как-то себя не повели в тот момент, повели себя не так, как вы ожидали, или они сделали свою работу плохо, или они проявили какие-то качества, человеческие качества, которые неприемлемы для вас. В любом случае, это были другие люди. И вам необходимо также задать себе вопрос. Это важный вопрос. Кто виноват в том, что произошло? Я думаю, что в большинстве ситуаций вы сразу сможете определить, что виноват вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Но это еще не все. После того, как вы это опишите, мы это пока что оставим, необходимо посмотреть на ситуацию. Да, вы находитесь в эмоции, вас кидает, вы вот просто в каком-то таком зашкаливающем состоянии находитесь. Подумайте, а что именно пошло не так? Что именно пошло не по сценарию? Где были ваши ожидания? Какими они были? И в каком моменте, да, вот пошло вот это расхождение? Это тоже очень важный момент, потому что иногда бывает так, что на этом даже вопросе, ситуация и вот эта вся истерика внутренняя, она просто рассыпается. Потому что оказывается, что в общем-то не было ожиданий. Оказывается, что в общем-то в принципе было понятно, что все именно так и будет. Потому что если это так начиналось, то к тому, вот к какому-то итогу определенному, только лишь это и могло прийти. Такое бывает, да. Но, что еще важно? Когда мы задаем себе вопрос, кто виноват, конечно же, всегда хочется показать пальцем на кого-нибудь еще. Ну, потому что, ну, я же хорошая. Ну, я же хорошая, это просто они все плохие, они все такие несправедливые. И вот я просто бедная, несчастная, и у меня вот тут, да, вот жизнь несправедлива. Вот так уж получается. Но, вот просто хочу сказать вам очень важную информацию, такое вот знание, которое в принципе, оно применяется не только в коучинге. Я бы сказала, что его логично применять вообще во всех сферах своей жизни. Дело в том, что где бы мы ни оказались, в какой бы точке мира, в какой бы точке, вот если мы рассматриваем наше состояние, как синусоиды, да, даже если мы в самом низу находимся, это всегда наш собственный выбор. Вот не поверить, вот всегда это наш собственный выбор. Причем, дальше вообще интереснее, это не только наш собственный выбор, а это наш наилучший выбор из всех возможных. Поэтому, да, когда мы разбираем часто ситуации какие-то, выясняется, что ну вот как же так, я не мог это выбрать сам, это же так плохо для меня. А вот, друзья, люди очень противотечивые создания. Иногда мы выбираем то, что нам вредит. Что уж поделать. Но мы вернемся все-таки к конве нашей сегодняшней лекции. Да, мы говорим о том, что мы можем сделать сами, когда рядом нет специалиста, нет коуча, нет психолога, ситуация произошла, нужна помощь, что делать? И мы уже с вами описали ситуацию, мы с вами уже сняли вот этот большой эмоциональный накал, написав ситуацию или пересказав ее много раз. Мы уже, описав эту ситуацию, посмотрели, какие были действующие лица, спросили себя внутренне, кто виноват. И, кстати, возможно, получили ответ я сам. Что же такое может быть? Далее, мы с вами посмотрели, какие мы хотели результаты, сравнили с тем, что не получилось и поняли, где именно пошло расхождение. И дальше, если остается ощущение вот этой тряски, если вы по-прежнему ощущаете, что вас колбасит из-за сложной этой ситуации, что вам все равно нужно высказаться, выплакаться там, я не знаю, на машине проехаться на большой скорости через весь город, ну, вот что-то такое сделать, ну, чтобы сбросить уже это состояние. Вопрос. Всегда в коучинге приходит на помощь вопрос. Итак, следующий вопрос такой. «А почему это для меня так важно? Почему?» То есть, почему я об этом так думаю много? Почему я так из-за этого беспокоюсь? Почему меня так это волнует? Не важно, что, какое-то происшествие, мнение другого человека, без разницы. Почему меня это так волнует? Опять же, это следующий вопрос, ответив на который, есть очень высокая вероятность, что в вашей ситуации ваше беспокойство просто рассыпется и не останется ничего. Такое очень часто бывает. И, друзья, наверное, такой вот завершающий блок, что мы можем опять же сделать, когда нас знатно подколбашивает, а психолога-коуча нет, это задать последний вопрос, который я вам сегодня дам. Это, что именно я чувствую? Именно я. Вот это прям самый ключевой момент. Потому что, когда до этого был вопрос, почему это для меня так важно, скорее всего, мы получаем сами от себя ответы, что, ну вот же, этот человек там то-то-то-то-то, а вот эти люди, а вот этот коллектив, а вот мой отдел, а мои родные и так далее. То есть, мы говорим о нашем окружении. Так или иначе, все равно мы его затронем, как бы мы не хотели отделять внешнее от нашего внутреннего, настоящего. Но здесь теперь самый главный вопрос. вопрос. Что именно я чувствую? Что именно я чувствую, когда меня беспокоит, что этот человек обо мне подумает? Что именно я чувствую, когда вот такая-то ситуация произошла у меня на работе? Вот с такими-то людьми, с такими вот последствиями и так далее, с такими-то штрафами. Что именно я чувствую? Друзья, самое важное, что вы можете для себя сделать, самое полезное, это сфокусироваться на себе. Не на внешнем, не на каких-то обстоятельствах, а именно на себе. И в принципе, я бы даже сказала, что наш сегодняшний эфир, он как раз-таки и нацелен на то, чтобы вот, я призываю вас к тому, чтобы вы с внешнего, окружающего, переключались внутрь себя. Таким образом, если мы сейчас проследим вот эту канву, вот эту систему техник, которая вам дала, получается, что мы от общего чего-то, да, от просто ситуации, она просто произошла, там куча всего, к чему мы приходим? Точнее, к кому? Мы приходим внутрь, мы приходим к себе, и мы задаем себе вопросы. Друзья, задавать вопросы очень важно. Я понимаю, что нас в школе этому не учили, нам родители это не прививали, у нас каждый день не спрашивали, слушай, как ты себя чувствуешь? Как ты? Как ты? Этот вопрос в лучшем случае задают только наши друзья, и то очень редко, согласитесь. Когда мы встречаемся, или когда мы им пишем, ну, да, то есть не каждый день мы это слышим, чтобы просто человек нам подошел и сказал, слушай, ну, как ты? Как ты себя чувствуешь? Как ты сегодня? Просто, чтобы узнать, как вы. Не чтобы какую-то выгоду получить или что-то еще, просто от сердца спросить. Ну, да, вот если вы сейчас подумаете, может быть, вы и не вспомните, когда последний раз такое было. Поэтому, друзья, вопросы. Весь коучинг строится только на вопросы. Коуч задает вопрос, клиент на вопрос отвечает. Если у вас нет возможности обратиться к коучу, задавайте вопросы себе сами. Смотрите внутрь, ковыряйтесь в глубину. Я, конечно, понимаю, что иногда бывают такие ситуации, что вот, ну, не до ковыряни совершенно. Но тогда все-таки, если очень тяжело, если очень много эмоций, и они вас прям наматывают на колесо, то самое первое, самое главное, это снять эмоциональный накал. с помощью вот этих первых способов описания, множественного описания ситуации, о которой я говорю. Снимаете накал и дальше работайте по технике вопросов, которые я дала буквально только что. Ну что, друзья, я думаю, что на этом мы потихонечку будем завершать. Конечно, 20 минут, это катастрофически мало для того, чтобы рассказать о самопомощи. Я думаю, что мы сохраним этот эфир, мы его выложим в аккаунт, потом его можно будет посмотреть. И еще я хочу вам сказать, друзья дорогие, что 19 числа, 19 октября, я буду проводить как раз таки полную, большую, обширную лекцию в типографии. Да, живую мы с вами сможем встретиться. Я уже более полно расскажу о том, как можно себе помочь, что можно сделать для самого себя. У вас будет возможность задать вопросы, у вас будет возможность, это самое, кстати, главное, у вас будет возможность у любого желающего поучаствовать в открытой демо-сессии. То есть, это когда любой человек из зала поднимает руку и говорит, я хочу. Что происходит после фразы, я хочу. Мы садимся перед всеми слушателями и проводим сессию. Так, если бы мы проводили ее один на один. Все, кто смотрит, соответственно, следят за ходом сессии и осознают, что это вообще такое за процесс. Ну, а для человека, кроме того, что он просто мой аплодисменты, он супер смелый, он супер крутой, конечно же, шанс решить свою проблему, шанс решить свой вопрос прямо здесь и сейчас. То есть, сначала мы с вами будем целый час говорить о коучинге, о том, как он работает, если он работает без специалиста. Я буду рассказывать вам о техниках, которые можно применять вот прямо здесь сейчас самостоятельно. После этого мы с вами будем проводить демо-сессию и, конечно же, будут вопросы. Я каждому индивидуально на вопросы на все отвечу. И не уйду, пока мы не поговорим со всеми. Так что, друзья, следите за информацией в аккаунте типографии. Также вы можете перейти ко мне в аккаунт «Любовь Кузнецова Коуч». Ссылочка есть в постах, ссылочка есть в сторис. То есть, вы меня сможете найти. Следите за информацией. Все будет в ближайшее время уже со временем, с таймингом и прочим. Я буду ждать вас на мероприятиях на этих открытых. У меня, кстати, будет не одна лекция, а две. Тоже, да, смотрите, за информацией будет много интересного. Ну что ж, я вам рассказала о том, как можно себе помочь, о том, как снизить свой дискомфорт, как прийти к комфортному состоянию с помощью методов коучинга. И я желаю вам, друзья, сохранять внутреннюю гармонию, внутреннее спокойствие. И я хочу, вот просто, молю вас, задавайте вопросы. Задавайте вопросы, это мега важно. Это мало кто умеет делать, тут мало кто делает, но вы уже сейчас слушаете этот материал, и у вас есть шанс просто самостоятельно взять и хоть что-то немножко изменить в своей жизни без чьей-либо помощи, самостоятельно. Это дорогого стоит. Ну все, друзья, я вам желаю отличного вечера. Увидимся, будут еще эфиры. До встречи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok